В Пущеозерной 8 февраля проходила конференция, спонсированная ООО, по-моему, Укрпива, правильно? Запомнил. Там собралось порядка 300 учителей с разных областей, с разных школ, и была предоставлена методика. Мы вам раздали, у вас она перед глазами, можете посмотреть. Методика утверждена, то есть это вполне достойный, приличный документ. Его утвердило Министерство образования, его утвердила Академия педагогических наук и так далее. То есть вы видите, какие солидные люди работали над этим документом. Хотел бы немножко разделить понимание того, что борьбой с пивом мы, я думаю, не для этого собрались, чтобы бороться с пивом. Потому что в действительности есть момент в том плане, что если возьмем те же страны Европы, и ту же Чехию, и ту же Германию, в принципе, там потребление пива на душу взрослого населения гораздо больше, чем у нас. И в принципе, никто такого-нибудь не умирает. Это с одной стороны. То есть поэтому сам по себе я бы не доводил это дело до наркотика. Но у нас есть другая проблема. У нас проблема как раз подросткового алкоголизма и детского. А вот с этим действительно у нас проблема. Потому что одно дело, когда человек взрослый, уже сформировавшийся личность, принимает для себя решение, что ему делать, на футбол в пивом сходить или еще что-то, то это одно. А когда это делается в школах, когда это в принципе действительно не имеет какой-то контролируемых, скажем, рамок, то это действительно проблема. И я хотел бы сказать абсолютно правильно. Я не думаю, что вот программа, которая разработана общественными организациями, программа, которая разработана Укрпивом, я, если честно, не знаю, так вы нашли в этой программе, которая разработана Укрпивом, конкретно какую-то где-то привязку к пиву? Конечно, здесь есть очень много нарушений. Мы об этом позже поговорим. Ну, я думаю, можно будет в консультации точно так же, если что, доработать. И в принципе, если я озвучиваю, что это Укрпиво, то пускай с учетом предложений, да, там где есть подобные моменты, тем более, что будет все-таки, я думаю, принят в Верховном Совете закон о запрете рекламы алкоголя и табака полном. Вот. Поэтому, в принципе, если там есть позитивные моменты, то почему бы и нет? Вопросов нет. И это может быть вторая программа. Поверьте, я думаю, что, дай Бог, охватить хотя бы там какую-то часть людей этими программами. То есть, я абсолютно согласен, что нам нужно давать возможность молодым людям как-то показывать, и особенно школьникам, да, что есть возможность какого-то альтернативного другого форма отдыха, досуга. Потому что, если честно, вот уже где-то мои коллеги, там даже 30 лет, вот ребята, друзья, знакомые, уже перестают быть модно курить, перестают быть модно где-то там пиво, ну, как-то уже подробнее. Но я никогда не сталкивался, а вот немножко так окунулся в эту проблематику, и оказывается, в школах совсем все по-другому. И вот та проблема, что дети умирают на уроках физкультуры, вопрос же, ничего же не изменилось, мы эти нормы сдавали, никаких проблем. И вот жалко, нету Виктора Коржа. И вот мы когда-то с ним заваривали, он встречался с детьми в школе, ну, и как-то, говорит, интересно было, чем же их завлечь, молодые подростки. Он говорит, давайте вот возьмем нормативы, все-таки как-никак, ему уже как бы 50 лет, и говорит, давайте, кто из нас сдаст нормативы. И он с ним сдавал нормативы, с ним из 30 тысяч, там, или сколько в классе, два человека только, точно так же, как он сдал. Говорит, вам, вот вам не стыдно, мне 50, я эти нормативы сдаю, а вы нет. Поэтому, вот может на таких примерах и подобных вещах нам как бы где-то надо и строить, конечно, бывает. Мы говорили, сейчас вот презентовали с министерством, будет проект этот за здоровый способ жизни, да, здоровое. Мы везде его сейчас будем это пропагандировать, то есть часть, которая говорит о том, что есть альтернатива. Это первое. Вот я абсолютно полностью поддерживаю подобные вещи. Я просто думаю, что мы прекрасно понимаем, да, у пивных компаний есть задача заработать деньги. Никуда мы не денемся, это абсолютно понятно, это коммерция, это рынок. Вот. Но, с другой стороны, если компания финансирует подобные проекты без привязки, без рекламы пива, да, то почему бы пускай это делают? Опять же таки, езжу, я единственное, просто не знакомился с учетом того, чтобы не было там никакой, вы говорите, слабой такой, хитрой... Я думаю, что для каждого из нас самое главное в нашем жизни, это наши дети. Например, у меня четверо детей, трое внуков, и я хвилююся за то, как они будут выхованы, и очень хвилюю себя, как моя дитина будет в будущем. Я думаю, я всегда говорю, что наши дети, они будут будивать действительно там мецную православную державу, как мы их выховываем, так они и будут будивать. Я вважаю, что в этом вопросе нам нужно всем объединиться и объединиться, и политикам, и журналистам, и, я бы сказал бы, очень важную роль, так как сам есть православная людина, я отдаю церкви, яка також багато может дать нам выхование детей, и начинать надо, потребно, с наших детей. Я хотел бы напомнить, что все-таки нашими коллегами уже были декілька принятих законопроектов. Это и 09.38, который был принят в березне, про заборону рекламы пива на бигбордах, сетилайтах, на зовущих носиях. Потому что это было одно из важных, когда наши спортсмены рекламировали пиво, то это абсурд. Моя дитина ходит там, також там в Динамо, там занимается меньше футболом, там старший, там грает в теннис. И когда спорт и пиво, то это взагалі неможливо.